Путин и Шойгу Один из чудом выживших десантников опознает в одном из дворов Авдеевки погибших сослуживцев. Пацанов наших нашли, не все, конечно. Два грандометика огнеметчика. Не знаю, кто вообще, не пойму. Это... Не пойму, кто это. Из видео понятно, что пригород Донецка оккупант реально ненавидит. Шутка ли, его подразделение потеряло 30 человек только убитыми всего в одном дворе. Казалось бы, здесь бы пропагандистам показать россиянам реальную цену Авдеевки. Но вместо этого Соловьев и компания в привычном для себя стиле наоборот принялись стравить всех, кто не хотел скрывать правду. Пишет, с октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. Он понимает, что во времена горячо любимого товарища Сталина и конкретно начальника СМЕРШа генерал-полковника Абакумова его прислонили бы к стенке без второго слова за один вот такой пост. Результатом травли стало самоубийство офицера российской армии Морозова, который требовал у прокуратуры провести расследование. Ну кто же отдавал приказы проводить безумные мясные штурмы, в ходе которых целые подразделения стирались в ноль? Я захочу увидеть уголовное дело по полку 1487, который не попал в число отличившихся за Авдеевку, хотя был сточен об нее полностью, повторяя вплоть до забега в атаку роты управления и командования полка. Я хочу прочитать хоть чьи-то официальные объяснения того, кто, как и почему гнал на убой питерских мобов. Чуть позже слова уже покойного Морозова подтвердит и топовый российский военкор «Котенок». Добавив при этом, что за правду в путинском неорехе, можно и по статье о дискредитации армии загреметь. Мясные штурмы без нормальной подготовки, без учета даже азов в тактических действиях подобного рода. Ощущение полного дилетантизма в действиях, но куда смотрят командование, куда смотрят командиры? Или они слепы, или некомпетентны, или что? За подобные действия великую отечественную командиров, допустивших и организовавших, подобное ждал военный трибунал. А сегодня с этих, как с гуся вода. Ну и в этом случае чиновники и пропагандисты сделали вид, что ничего страшного не произошло. Подумаешь, тысячи погибших. Как говорится, бабы еще нарожают. Тем более, напрочь поехавший Соловьев авторитетно заявил, мол, никаких мясных штурмов на передовой нет. Читаю с антонацией левитаны. Наша армия освободила город Авдеев. Вот брали не мясными штурмами, как писали украинцы, даже не близко, а как раз здесь проявился глубокий замысел, умение его реализовать, воплощать высокий уровень подготовленности войск. Ну да, ему из московского окопа виднее. Но все это мы сейчас вспомнили вовсе не от нечего делать. Так уж получилось, что даже российских военных начало утомлять бесконечная ложь по телевизору. И специально для Соловьевой компании они решили снять немного свежих реалий из окрестностей Авдеевки. Это жестоко, возможно, но точно стоит увидеть для понимания того, насколько же Генштаб РФ не ценит собственную армию. Вот наши плачены держат. Мы в апокалипс. Все вокруг усеяно трупами оккупантов. Разорванные тела тупо гниют на земле. А страна, избравшая лозунгом спецоперации фразу «своих не бросаем» и не думает забирать погибших. Оно и понятно – нет тела, нет денег семье. Путинским олигархам они нужнее. Курые помощи. Соловами не приедут. Дальше оккупант делает еще один интересный вывод. Оказывается, потери с украинской стороны в разы меньше российских. Тел хохлов почти не встречается, честно заявляет российский десантник. И все это наши почти. Хохлов-то не видели, это зауток? Да, хохлов мало. И если кто-то думает, что это какая-то единичная зрада, то можно сразу расслабиться. Дело в том, что очень похожие видосики с приветом военно-политическому руководству приняли списать и представители других подразделений. Мол, мало того, что в могиле 80% личного состава. Нас уехал 230 человек. Живых нас осталось 38. Так еще и Шойгу систематически с выплатами кидает. Последние систематически разве что тыловые тикток войска Кадырова получает. А остальным, видимо, по заветам Медведева держаться необходимо. У нас проблемы по выплатам по 98-му приказу. У нас проблемы по выплатам по САГАЗу. У нас очень много пропавших в бездости до сих пор. Родственники не получают денежное удовольствие. И как же это разнится с той божьей росой, которую уже два года льют прямо в глаза населению Путин и Шойгу? Давайте вот мы вам сейчас умозаключение бункерного деда как раз по теме потерь напомним. Путин озвучил свое видение соотношения потерь в войне. По версии президента РФ, соотношение потерь ВС РФ и ВСУ один к десяти. И ты слушаешь, и непонятно, на кого это рассчитано. Вот кого ты, Путин, решил обмануть? Людей с майонезным соусом в голове? Ведь все остальные легко прикинут, что российская армия изначально значительно больше украинской. Если потери реально один к десяти, как уверяет Путин, возникает простой вопрос. А что же вы тогда до сих пор не победили? Более того, два года спецоперация идет, а оккупанты при этом все не Львов штурмуют. И даже не Славинск, который, по словам пропагандиста Кедми, стыдно было не взять за две недели. Славинск еще не освобожден. За две недели? За две недели можно было дойти до Львова и обратно. Эх, знал бы дружаня Соловьева, что аж к 2024 году даже речи о Славянске не будет. Зато топ-темой на федеральных каналах станет героическая оборона Белгородской области. Все, кто имел отношение к атакам на Белгородскую область, могут заказывать панихиду. Ну, если там будет кого отпевать, конечно. Вот это вот никакие они не русские. И никакой это там не русский добровольческий корпус. Это выруси. Это украинские боевики, а не какие-то не русские добровольцы. Русские добровольцы воюют за свою страну. И у русских добровольцев назначен маршрут. Это маршрут на Киев. Так что там, Путин? Сам еще веришь в озвученные байки про один к десяти? Впрочем, бункерный дедушка собственной репутацией давно не дорожит, превратившись в такого себе статусного сказочника-балабова. Причем это же мы говорим вовсе не из желания обидеть. Дело в том, что пустомеля Путин дошел до того состояния, что его невольно разоблачают свои же халуи. Давайте вот почитаем, что недавно написал военкор государственного канала «Россия» по фамилии Руденко. По радиоперехватам у противника в районе Крынок очень плохая ситуация. Нет возможности вывезти раненых и подвозить быка. Ага, ну то есть тяжело украинской армии в Крынках просто не то слово. Очередная победа, судя по всему, намечается. Можно боярушку от души открывать. Наркоман по-прежнему не дает команды отходить. Для ВСУ там мясорубка. И все бы это хорошо и прекрасно, но о каких, извините, боях в Крынках рассказывает сейчас Руденко. Ведь если кто вдруг и забыл, Путин и Шойгу более месяца назад это село на левом берегу Херсонской области полностью зачистили. Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Это получается, Путин и Шойгу всем наврали, да? Причем сложно понять, в чем была такая острая необходимость на пустом месте подставляться. Или настолько нет побед, что лично президент и министр обороны взятие села в три дома вынуждены придумывать. Но важно здесь другое. Если они готовы по мелочам позориться и врать, то представьте масштабы лжи в действительно громких историях. Взять хотя бы тот же теракт в Крокус-Сити. Киевский режим, вдохновленный кровью, ненавистью и злобой, делает все, чтобы еще больнее навредить нашим мирным гражданам. Если в первые дни после расстрела людей на концерте безумные обвинения звучали в основном из уст пропагандистов... Организаторы этой истории, они, конечно, в Киеве. А вот заказчики нет. Заказчики сидят гораздо дальше. Вот кто давал Буданову отмашку на этот теракт? Вот это вот вопрос. Это самодеятельность Гура или это было организовано и санкционировано американцами? Американцами. То теперь и царь вместе с ближайшим окружением, что называется, пустились во все тяжкие. ИГИЛ со своих официальных каналов берет ответственность за теракт. Более того, там же выкладывают в качестве доказательства видео с экшн-камеры одного из террористов. Но кому нужны эти факты, да? Ведь всегда можно просто сказать «виноваты хохлы», как это делает тот же Патрушев. То есть теракт совершают граждане Таджикистана, проходившие подготовку в Турции, а виновата все равно Украина? Ну просто гениально. При этом сейчас вот вам Путин расскажет, зачем Украина якобы спланировала теракт. И это дичь, слушая которую хочется вызывать деду скорую помощь. Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. Тем более сегодня, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось. Всем ясно. Оказывается, Крокус Холл – это якобы месть за неудачное контрнаступление. Как вы думаете, стоит сказать этому маразматику, что контрнаступление, о котором он вдруг вспомнил, было аж прошлым летом? То есть скоро год как будет. И только сейчас решили отомстить? Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе. И в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно. При этом обратите внимание, что заход союзных Украине сил в Белгородскую область кремлевский шизик тоже называет терактом. То есть по логике этого жалкого ему можно заходить на чужую территорию и сносить под фундамент города. Но как только случается обратка, это превращается в фашизм и терроризм. Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях. Обстрелы, в том числе используя систему залпового огня мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетические инфраструктуры. В этот ряд вполне логично вписываются и крововые акции устрашения. В общем, итогом всего этого трепа стали прямые угрозы руководства Украины. И Зеленского они убьют, и Буданова ликвидируют. Буданов является нашей законной целью и точью руководственской службы Украины. Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законными целью. Чего они живы, дочеку? Все впереди здесь. И что тут скажешь? Наверное, сложновато ликвидировать человека, которого вы только в прошлом году минимум раз 50 убили. Вдруг замолчали две ключевые фигуры противостояния. Залужный и Буданов. И все поняли, что Россия может заставить замолчать, когда она это захочет. И у всех вопрос, ребята, а кто следующий? Теперь замолчит. Вот в ГУР прилетело. Вот Залужного не видно. И Буданова тоже. Ну вот так, точечно. И либо Буданов это украинский кенни, либо кое-кому в Москве пора сменить заевшую пластинку. Но вот вам спойлер. Делать этого ни Путин, ни его окружение не будут. Ведь если холопы не просто едят подобные инфопомои, но и требуют добавки, то зачем напрягаться? Вот только ложь и пустая бравада не самый надежный фундамент. И все, что строится на таких опорах, рано или поздно обязательно рушится. И нет сомнений, что путинский неорейх, который сейчас на костях уже из своих граждан танцует, ждет та же судьба. И важно здесь прилагать все усилия, чтобы ускорить данный процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова